Сколько было призов лучшего игрока за этот сезон? Только на предыгровом турнире. Если первый? Да. Какие ощущения? Понравилось. Блин, жалко, проиграли, команда хорошо играла. Вратарь соперника отметил отличную игру твою в сегодняшнем матче. Он тоже неплохо играл. Две ты пропустил, но, наверное, ты не считаешь, да, это как... Да нет, считаю. Надо было на ноль играть, тогда точно выиграли. Чем отличалась игра сегодняшняя от предыдущей? Ну, мы сегодня больше хотели выиграть. Все-таки у нас сняли главного тренера, жалко. Мы считаем, что команда все-таки не показывала должный результат. Тренер не виноват в этом. Мы хотели выиграть ради него, немножко не получилось. Почему, чем вызвано тем, что ты не стал защищать ворота в серии буллитов? Ну, прошлую буллитную серию я проиграл с Динамо, скорее всего, из-за этого. Какие планы на ближайшие матчи, да, и, соответственно, окончание чемпионата МФЛ? Ну, мы все-таки еще надеемся войти в плей-офф, там есть шанс зацепиться. Будем до последнего бороться. Можешь оценить начало сезона, да, и вот окончание, свой уровень мастерства? Да нет, тренер умеет, да. Сложно? То есть ты не можешь сказать, что поднял ты его или... Ну, я, да, не могу. Хватает ли тебе игровой практики? Ну, да, мы почти практически пополам с Никитой играем. Сейчас он больше отыграл, но он выигрывал. Раньше я перед Новым годом чуть больше отыграл. Как считаешь, для молодого вратаря необходима эта пауза? Ну, да, психологически все-таки трудно, когда вот бессменно играешь несколько игр подряд. Особенно если в последнюю проиграл, трудно на следующую выходить уже. Все, спасибо, удачи тебе. Спасибо. Давай. Как выдалась поездка в Санкт-Петербург для команды «Мушеник»? Ну, в принципе, планировали на очко больше взять. То есть принципиальные были встречи именно с львами, потому что во многом решался вопрос выхода в плей-офф. Сейчас можно считать, что вы туда попали? Или еще-таки не окончательно? Конечно. Будет тогда, когда мы будем черным шрифтом здоровым, вызрены с таблицей, тогда мы попадем в плей-офф. А пока что еще есть надежда, нам надо до конца играть. А прошлая игра эта, чем-нибудь отличались по характеру или по рисунку? Я думаю, что прошлую игру мы чуть больше нервничали, наверное. У нас практически вся команда играет первый год в ХЛ, то есть немного нервничали, и в концовочке там устроили сами себе цирк такой, что... С 2-5 до 4-5 дошло, и на последние секунды вроде имели возможность перевести игру в овертайм, да? А эта игра чем отличалась от предыдущей? Обе команды построже в обороне сыграли, то есть у Львов в Ортаре очень здорово себя проявил, то есть... Наверное, Львов тоже самое говорят сейчас про Динамо Шинника. Да, но я не думаю, что это не стоит. Это вопрос. У тебя в этом сезоне игра была заявлена за тейпом команды, да? Да, Динамо Шинник поиграл за Неман в чемпионате Беларуси и за Динамо Минск. Чем отличие вот этих трех лиг, грубо говоря, для тебя, да? И где удалось проявить себя лучше всего? Проявить лучше... Это, наверное, лучше спрашивать тренеров, да? Я так сам по себе не могу судить. Отличаются чем? Отличаются то, что здесь, во-первых, молодые, все бегут, все злые, все кусаются. Да, ну, в Беларуси у нас наша переноса, то есть более такой спокойный хоккей, опытный. Ну, в КХЛ уже, знаешь, такой хоккей. То есть там вообще совершенно другое. Небо и земля. А Динамо Минск, ощущения от игры за команды КХЛ у тебя какие? Тух половинственные, хоть и проиграли там, понятно, но я очень рад, что в этом сезоне удалось дважды с самого начала начать игру. То есть, ну, чувство доверия, то есть тренерского штаба, что... Это очень важно, да, для молодого Ваталья? Конечно, конечно. Планируешь туда вернуться еще? Куда? В Динамо Минск. Конечно, планирую. Тоже не планирую. Не планирую, а надеюсь, скорее. Ну, все. Спасибо тебе. Удачи в профессиональной Корее. Все, спасибо.